МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перенесли сроки. Навигацию для маломерных судов в Ненинском округе закроют лишь 20 октября. Лекарства за счет бюджета. Регион получит дополнительные средства на различные препараты отдельным категориям граждан. Кто именно сможет воспользоваться льготой? В поисках нарушителей в поселке Искатели заработал так называемый родительский контроль, какие задачи стоят перед неравнодушными взрослыми. По новому маршруту для местных автолодельцев временно перекроют улицу Первомайская. Причина ремонтной работы. Как теперь будет курсировать общественный транспорт? И молодежному центру «Быть» централизованный строзаказчик заключил контракт с новым подрядчиком на возобновление строительства социального объекта. Об этом не только. Смотрите в ближайшие 20 минут. Здравствуйте. Подводим итоги вторника. В студии Олега Танзейский. Новости начинаются. В Калининграде обсудили актуальные вопросы в области национальной морской политики. Основными темами для обсуждения стали вопросы развития морских научных исследований в российской акватории, а также ход реализации госпрограммы развития судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений до 2030 года. Ненецкий округ на совещании морской коллегии по поручению Александра Цибульского представил вице-губернатор Иван Болтынков. Как отмечено в ходе заседания морской коллегии, в настоящее время освоение шельфовых месторождений, содержащих колоссальные запасы углеводородов, является ключевым направлением развития нефтегазовой отрасли в арктической зоне России и в целом требует масштабного технического оснащения. Заместитель председателя правительства России Юрий Борисов подчеркнул, что развитие судостроительной техники для освоения шельфовых месторождений идет активными темпами благодаря соответствующей госпрограмме. Ее цель состоит в том, чтобы увеличить объемы производства гражданских судов, судостроительной и судоремонтной техники в пять раз по отношению к 2013 году, а также довести уровень локализации производимой продукции судостроения до 70%. По состоянию на конец 2017 года госпрограмма получила финансирование в размере почти 89 миллиардов рублей. Общий объем ее финансирования на 2013-2030 годы составляет более 334,5 миллиардов рублей. Определены сроки завершения навигации для маломерных судов в регионе. В соответствии с распоряжением губернатора Александра Цибульского, с 20 октября запрещено плавание на маломерных судах в Наринмаре, поселке Искателе, Амдерме, а также на территории сельсоветов Андикский, Великовисочный, Карский, Колгуевский, Коткинский, Малоземельский, Приморско-Куйский, Пустозерский, Телевисочный, Тиманский, Хариверский, Хасидахарский, Юшарский. Ну а в Канинском, Омском, Пешском, Шоинском сельсоветах запрет вступает силу с 25 октября. Таким образом, с 25 числа прекращается навигация во всех муниципалитетах округа. В случае выхода маломерных судов на водные объекты с момента закрытия навигации судоводители будут нести административную ответственность. По информации Центра ГИМС МЧС России по Ненецкому округу, в период навигации на внутренних водоемах округа зарегистрировано 252 нарушения, в их числе нарушения правил плавания и эксплуатации маломерных судов, управления судном, не прошедших техобслуживания и другие нарушения. К другим новостям, Ненецкий округ получит дополнительные средства на лекарственное обеспечение, объем субвенций на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов увеличен постановлением правительства России. Регионам дополнительно выделено более 748 миллионов. В рамках соответствующих изменений Ненецкий округ получит 24,5 миллиона рублей. В целом, с учетом этих средств, в 2018 году на льготное лекарственное обеспечение жителей региона, имеющих право на получение бесплатных лекарственных препаратов за счет средств федерального бюджета, предусмотрено 35 миллионов рублей. По состоянию на начало октября текущего года на территории округа правом на льготное лекарственное обеспечение в рамках программы за счет средств федерального бюджета пользуется более 3000 человек. Это примерно 27% от общего количества лиц, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение. В перечень льготных лекарственных препаратов входят более 300 наименований. Все эти медикаменты относятся к категории жизненно важных и необходимых. Депутаты сегодня рассмотрели законопроект о дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Согласно поправкам, внесенным главой региона, предполагается расширить перечень целей использования средств единовременного денежного пособия усыновителям. Пособия приемным семьям в размере 520 тысяч рублей носят целевой характер и могут быть направлены на улучшение жилищных условий усыновленного ребенка, получение им образования, на оздоровление, либо получение им высокотехнологичной медицинской помощи. Вместе с тем, как показывает практика, зачастую усыновители не могут воспользоваться ни одной из предложенных мер. Поэтому в законопроект предлагается внести поправки. Они сформированы по итогам встречи Александра Цибульского с приемными родителями в сентябре текущего года. Изменения, которые можно разбить на два блока. Один из них предусматривает возможность направления усыновителями в целевой части средств единовременного денежного пособия, дополнительно на приобретение товара длительного пользования, оплату текущего ремонта жилого помещения и на компенсацию стоимости сандомно-коротного лечения. Второй блок содержит такие изменения, как основание прекращения выплаты ежемесячного пособия на усыновленного ребенка в случае, если он помещается в организацию для детей и сироп на полное государственное обеспечение. В то же время законопроектом предусматривается, что дополнительными мерами соцподдержки можно будет воспользоваться только если площадь жилого помещения усыновителей на одного члена семьи составляет более 9 квадратных метров. Но с такой постановкой вопроса окружные парламентарии не согласились. Эту часть законопроекта решили исключить. Если смотреть по объему гарантий, которые мы предоставляем усыновителям в рамках окружного закона, у нас есть вот это пособие, которое мы сейчас обсуждаем, и жилищное пособие, которое напомнил разработчик. Если смотреть, что мы предоставляем в рамках 121 окружного закона приемным семьям, там у нас перечень гарантий более широкий, в том числе субсидия на приобретение жилья, субсидия на транспорт и различные другие выплаты, которые не обусловлены отсутствием либо наличием обеспеченности приемного родителя, либо приемного ребенка жильем. Принятие проекта потребует дополнительных средств из бюджета округа в сумме чуть более 2 миллионов рублей на 14 усыновленных детей. 14 усыновителей. 14 усыновителей. Бесцелевая часть 500 тысяч рублей составляет 364 тысячи рублей, по-моему. Если разово все усыновители, которые сейчас у нас есть, которые имеют право на использование данного пособия, обратятся в профильный департамент за его реализацией в рамках новых направлений на товар длительного пользования, на сантовое окружное лечение, сумма расходов бюджета составит разово 5 миллионов рублей. 5,96. Это та сумма, которую бюджет округа закладывает сейчас, каждый год в бюджет, но сумма расходов, как вы видите, составляет, исполнение бюджета по данному направлению составляет 1 миллион 800 в текущем году. Проект закона было решено оставить на доработку профильному департаменту с учетом предложений счетной палаты и экспертно-правового управления. Кроме того, законопроект подлежит общественному обсуждению. Свои замечания и предложения можно направить до 23 октября. Александра Литкова, Антон Водряков, Телеканал Север. Неравнодушные родители помогают бороться с подростковой преступностью. На базе искательской школы начал активную работу, так называемый родительский контроль. Мамы и папы, согласно графика, каждые выходные патрулируют окрестности поселка в поисках несовершеннолетних нарушителей порядка. В один из таких рейдов отправился и мой коллега Владимир Ожин. На первый взгляд можно подумать, что это обычная вечерняя прогулка, но это далеко не так. Сегодня так называемый родительский контроль патрулирует поселок искателей в поисках несовершеннолетних нарушителей. Если мы видим какую-то, допустим, драку или подростков в нетрезвом виде, мы сообщаем в полицию. В любом случае группу подростков, если у них есть какое-либо неадекватное поведение, но в любом случае родительский патруль должен подойти поближе. И как бы там на расстоянии 10-15 метров все равно непонятно, в каком состоянии находятся дети. То есть, соответственно, родители подходят ближе для выяснения ситуации, какие дети, что они делают, куда они направляются. Спустя 15 минут родители обращают внимание на скопление молодежи рядом с магазином «Хороший». Причем, по словам патрулирующих, это излюбленное место встреч искательских школьников. Так, ребят, я вам настоятельно советую не нарушать комендантский час. В 22 часа вы должны быть дома. Пока в окружной столице существует лишь один родительский патруль в искательской школе. Создан он по инициативе администрации образовательного учреждения, инспектируют улицы поселка каждые выходные с 8 до 10 вечера. Помогают бдительным родителям сотрудники полиции. Это в первую очередь профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, выявление их состояния алкогольного опьянения и, конечно же, проведение профилактических бесед на правовые темы. Хотелось бы обратиться к руководителям, также преподавателям общеобразовательных городских школ и, конечно же, к родителям. Чтобы не допустить совершение преступлений среди несовершеннолетних, конечно же, необходимо, чтобы и общественность, и родители в первую очередь подключались к данной работе на примере школы поселка Искателей. Сами родители также уверены в необходимости подобных рейдов, ведь статистика говорит о росте подростковой преступности. Только за 9 месяцев 2018-го молодежью совершено 44 преступления. Для сравнения, за весь прошлый год цифра не превышает и 30. За нарушение правил благоустройства территории муниципальных образований будет предусмотрена административная ответственность. Этот вопрос сегодня обсудили депутаты окружного собрания на заседании постоянной комиссии по вопросам госустройства и местного соуправления. В частности, предлагается конкретизировать действия по нарушению утвержденных правил благоустройства. Это касается проведения земляных работ, размещения, содержания и эксплуатации устройств наружного освещения, ненадлежащее содержание территорий общего пользования поселенных населенных пунктов, в том числе отсутствие урн и мусорных контейнеров, а также снос, пересадка деревьев, их повреждения или уничтожения на территориях общего пользования населенных пунктов округа. Всего указано 11 пунктов. За вышеуказанные нарушения предлагается увеличить верхний предел штрафов. Учитывая специфику нашего региона, на заседании комиссии было принято решение создать рабочую группу для обсуждения этого вопроса с представителями муниципальных образований. Чтобы не было нивелировать или избежать, ни в коем случае избежать того, чтобы мы сделали ошибки и самое главное привлечь к этой работе наше муниципальное образование, включение в нашу рабочую группу, чтобы пригласить к обсуждению муниципального образования. Вот если по такому пути пойти, мне кажется, что мы сможем более детально разобраться в данном законопроекте. Он, наверное, того стоит, потому что там материальная ответственность тоже наступает. Арбитративно, материально, и влажностым лицам, и, соответственно, к индивидуальным жителям это возможно. Поэтому я полагаю, что давайте по такому пути и пойдем. Добавлю, что изменения в статье окружного закона об административных правонарушениях, разработанных в связи с необходимостью приведения окружного закона в соответствии с требованиями, представленными управлением МИЮСТа по Архангельской области. Часть улицы Первомайской в Наринмаре временно закроют на ремонт. Здесь с дорожно-ремонтными работами изменится схема движения автотранспорта. В период с 17 октября по 22 октября будут проводиться дорожно-ремонтные работы по прокладке сетей, теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения к строящемуся многоквартирному дому. Здесь чем? На автомобильной дороге по улице Первомайская, на участке от улицы Тыковылки до улицы Полярная будет ограничено движение транспортных средств. Временный запрет на движение всех транспортных средств наступает с нуля часов 17 октября и продлится до 23 часов 59 минут 21 октября. На время прекращения движения контроль будут осуществлять сотрудники госавтоинспекции, владельцам автотранспортных средств предложено заранее выбирать свой маршрут, изменить свой маршрут и городской общественный транспорт. Так, по информации Наринмарского АТП, маршруты номер 2, 4, 7, 8, 411 временно будут курсировать по улице Ваучейского вместо улицы Первомайской в сторону морского порта. Централизованный стройзаказчик заключил с компанией «Универсэм» контракт на возобновление строительства молодежного центра в окружной столице. Ранее решение разморозки объекта принято главой региона Александром Цибульским, профильным органом власти, соответственно, поручено организовать необходимые процедуры для возобновления строительства. Согласно условиям контракта, строительные работы будут вестись поэтапно, а недостроенный молодежный центр на месте бывшего гендиатра «Арктика» должен приобрести завершенный облик не позднее 30 октября 2020 года. На эти цели из окружного бюджета будет выделено 253 миллиона рублей. Напомню, строительство центра для молодежи в Наринмаре началось в 2014 году. Конкурс на проведение работ тогда выиграла компания «Петрофонд». По условиям контракта сдать объект в эксплуатацию планировалось в декабре 2015 года. Однако из-за недобросовестного исполнения подрядчикам своих обязательств в июле 2016 года контракт с ним был расторгнут. В системе образования Ненинского округа появился главный внештатный психолог. Им стал заместитель директора Ненинского регионального центра развития образования, руководитель центра психолога педагогической, медицинской и социальной помощи ДАР Оксана Зинина. Главный внештатный психолог в системе образования Ненинского округа будет привлекаться к работе по координации деятельности психологических служб образовательных учреждений. Также он будет участвовать в определении стратегии развития окружной психологической службы, готовить предложения по ее совершенствованию, в том числе с целью оказания необходимой помощи участникам образовательного процесса Ненинского округа. Ранее в июле 2018 года о появлении должности главного внештатного психолога заявила глава Министерства просвещения России Ольга Васильева на форуме «Территория смыслов». Портрет Ленина, красное знамя, значок Комсомола, десятки фотографий и ценных документов. В Ненинском краеведческом музее открылась выставка «Это наши истории строки», посвященная 100-летию Комсомола и отражающая историю региональной организации ВЛКСМ. Главная советская молодежная организация, через которую прошли десятки миллионов человек после более чем 70 лет существования, в 1991 году исчезла в один день. Но до сих пор тысячи бывших комсомольцев по всей стране бережно хранят память о ней. В этом смогла убедиться и наша съемочная группа. Мы пройдем сквозь шторный дым, встанет небо голубых. Не расстанусь с Комсомолом, буду вечно молодым. Многие ветераны, пришедшие на выставку, не смогли сдержать слез. Комсомол ушел в историю, но память о нем, как свет далекой яркой звезды, еще долго будет согревать душу тем, кто всегда жил по принципу, сначала думая о родине, а потом о себе. Среди них Роза Городилова. В начале 50-х бюро окружкома Комсомола направило ее на работу в Амдерму, где она сначала трудилась учителем, а потом была избрана первым секретарем райкома Комсомола. Жизнь поселки была тяжелой, но не обходилась без курьезных случаев. Сами дрова рубим, сами собираем где по берегу, и тут, значит, я колола дрова, но такие одеты, это еще как были тогда такие шаровары носили. Вот, и девочка, дочь у старшей учительницы, на руках уже вот их, они спрашивают, а кто эта девушка? А она, тетя Рожа. А что у вас за странное имя, не умеют ребенок букву З выговаривать? Они, значит, посмотрели, давайте стали кто-то колоть, другие такие были, девушки, но вас за что сюда? ГУЛАГ, вообще ничего. Я, как же так, о чем вы говорите? О культуру, о просвещении, о жизни вперед толкать, кто будет? О трудовых достижениях комсомольцев можно узнать не только из воспоминаний ветеранов, но и почетных грамотах в ЛКСМ и выписках, представленных на выставке. Ведь, например, во второй половине 20 века за трудовые успехи многие комсомольцы округа получили звание «Лучший молодой зверовод», «Ударник коммунистического труда», «Молодой гвардеец пятилетки» и другие. Среди экспонатов, несомненный интерес представляют и альбомы комсомольских организаций и предприятий, переданных в музей, а также реликвии в ЛКСМ, например, «Красное знамя». Уникальность этого знамени состоит в том, что оно относится к периоду 30-40-х годов прошлого 20 века. И надпись на нем говорит сама за себя «Смена, смене идет». Надо отметить, что некоторые предметы с середины 20 века были отреставрированы специально для этой выставки. Например, портрет Владимира Ленина, который поступил в музей из школы деревни Андик. Учитель труда и рисования Андикской школы в 70-е годы написал, мы считаем, замечательно портрет Владимира Ильича Ленина. И передан нам совершенно случайно, благодаря экспедиции музея в Андик, Сергей Александрович Уваров привез нам эту реликвию. К сожалению, были определенные утраты, и реставратор Анастасия Гудова сумела восстановить этот портрет. Посмотреть более детально предметы тех лет и окунуться в эпоху уникальной в мировой практике молодежной организации, воспитавшей поколение романтиков и патриотов, защитников Отечества, людей, способных по первому зову Родины поднимать в селено, осваивать необжитые пространства, строить заводы и фабрики, гидростанции, прокладывать железнодорожные пути и линии электропередач. Теперь может каждый. Выставка будет работать до 30 ноября. Любовь Пермяков, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Клуб земляков Нинецкого округа в честь своего 15-летия объявляет конкурс «Четверостишие земляки». Любой желающий может сочинить доброе приветствие или поздравление в стихотворной форме из четырех строк, в котором должно быть слово «земляки» в любом склонении по падежам в единственном и множественном числе. Организаторы конкурса сообщают, что творческие работы можно присылать в срок до 22 октября в личные сообщения группы ЭКЦ ВКонтакте или на электронную почту с пометкой «Конкурс земляки» указанием ФИО. Итоги конкурса будут подведены на заседание организационного комитета. Авторы лучших «Четверостишие» будут приглашены на вечер «Родные люди», посвященный 15-летию окружного клуба «Землячество». Он состоит с 27 октября в концертном зале Дворца культуры Арктика. На этом все. Далее традиционный прогноз погоды. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok